Всем привет, меня зовут Оля, я нахожусь в Северной Каролине. Вы знаете, на моем канале очень много полезных видео о том, как мы переехали в Америку по программе EB3. Если нужна информация, пишите, я дам контакты агентов. Кстати, у меня появляется информация о других способах переезда, не только через EB3. Кроме того, у меня там есть видео о том, как снять жилье, как открыть банки, счет, как все остальное. Вот эти полезные видео у меня уже идут по третьему кругу. Сейчас мы с снова прибывшими. Есть одна семья, которая приехала, и мы сейчас снова ищем квартиру для них вместе. Ездили по нескольким комплексам, так что я сейчас опять опубликую еще одно видео о том, как снять квартиру уже по третьему кругу. А пока я решила начать серию без полезных видео. Мысли эмигрантов. Что мы думаем о том... Реально, мои мысли о том, где мы находимся в нашем жизненном пути, как все происходит, куда мы идем, чего мы планируем делать и все прочее. Пока идет вот это все мое разговорение, я буду использовать видео, может быть, за рулем, может быть, с велосипедом. Поэтому вот мое лицо будет сейчас скрыто видами места, где я живу. Я буду ставить дату в начале видео примерно где-то в течение этой недели, значит, я буду снимать. Так что вы можете примерно понимать, там, погодные условия, какие у нас здесь происходят и все прочее, прочее. Ну, а для тех, кто спрашивает, как у нас погода, как природа и все остальное, вот, можете как раз смотреть. Так, ну, в этом видео о чем мы хотели? О том, как суровку семмигранты, о том, чувствовали мы себя, как это сказать... Где-то мне недавно попадалось просто такое, что после первого года жизни люди понимают, что мы приехали сюда, и мы на дне общества, правильно? Ну, то есть мы как работаем на unskilled positions, на работе, которая не требует никаких навыков, то есть мы в самом начале карьерного пути. Это так вот, вот так оптимистично звучит, а на самом деле это можно сказать по-другому, мы на дне жизни. То есть фактически я общаюсь сейчас со всеми американцами, которые реально только закончили школу, либо даже с трудом закончили школу, у которых совершенно неправильный английский. Я знаю английский зачастую лучше, чем они, особенно с точки зрения грамматики и всего прочего. И пока мы не можем выбраться из этого, то есть мы работаем на фактически самых низких позициях, которые оплачиваются где-то по 15, 16, 17 долларов в час, в зависимости от штата, в зависимости от города, где вы живете. Мы живем в небольшом городке, то есть мы не живем в мегаполисе. Если бы мы выжили, например, в Шарлотт, те же позиции, где я сейчас работаю, они бы оплачивались на доллар, полтора, больше. Теоретически можно туда ездить, так вот каждый день по 40 минут езды плюс пробка, так что час туда, на дорогу, час обратно. Но пока мы до этого не дошли, пока я работаю вот у себя рядом с домом, 15 минут на велосипеде. И да, в прошлом году я работала где-то 40 часов. Вы знаете, что по американским меркам 40 часов в неделю это стандартная рабочая неделя. Если вы работаете овертайм, то есть больше сверхурочной, оплачивается оно по-другому. Допустим, 15 долларов в час 40 часов, а если я работаю 41, 42 и больше, то вот эти следующие 1, 2, 3 часа будут оплачиваться по ставке 15 долларов умножить на 1,5. Ну, где-то там в районе 21 доллара получается. 21-22 доллара там с копейками. Поэтому в прошлом году у меня было очень много вот этого овертайма, переработок. Я работала где-то 52 часа в неделю. Ну, потому что на заводе, где я работала, там это вот они предлагали эту работу и предлагали. Пока, как только я, когда я увольнялась, потому что часы срезали и меня до сих пор не нанимали, потому что наем на работу, после того, как вы проработали 3 месяца изначально, то у вас будут бенефит, привилегии всякие. Там страховка подешевле, чем на маркетплейс, может быть, даже хорошая страховка. Потом там какие-то еще плюшки отпускные, те же самые отплачиваемые. То есть вы неделю отдыхаете, но в то же время вы дождем, и деньги вам приходят. И другие там, не знаю, какие еще плюшки. Я проработала на этом заводе 7 месяцев, они сократили часы, они меня так и не наняли, я ушла. Я побывала в садике за это время, в садик меня тоже уже наняли, мне тоже уже предложили страховку и все остальное. Но я оттуда ушла, потому что устала болеть. И сейчас я работаю в Волмарте, мне тоже уже пришло письмо о том, что мне надо подключать страховку и все прочие бенефит, услуги. Я пока еще не разобралась, мне только на днях пришло. Надо, кстати, я буду делать видео скоро про Волмарте, как я туда устроилась работать, какие условия работы и все такое. Но минус того, что я сейчас не получаю 40 часов в неделю у нас, вот кроме того завода, все остальные места пытаются сократить. То есть им невыгодно переплачивать, правильно? Им проще нанять второго еще одного сотрудника, который работать будет парт-тайм, там чуть-чуть несколько часов. То есть вам 15 долларов, ему 15 долларов, и никому не надо платить сверх. И они вот пытаются так и сделать, они активно урезают часы, как только могут. Поэтому я работаю, ну так, 37 часов в неделю. Этого для работы, для жизни мало. И вот тут мы застреваем, что делать дальше. Многие сразу начинают искать. Две работают, все с кем я работаю, американцы коренные в Волмарте, они работают до двух работ. То есть они вечером после шести до закрытия, до десяти, не знаю, до девяти в Волмарте. А с утра, с пяти утра, они где-то там на заводе. Не выточняла, где кто работает. Ну вот все где-то вторую работу имеют. Но это как бы получается тупиковый путь развития. И там, и там он скилд, и у вас просто эмоционально нет времени на то, чтобы искать что-то новое, учиться и прочее. Поэтому я вот пытаюсь найти свой еще какой-то путь, чтобы где-то выучиться. Я уже прошла курсы на QA, это тестировщики онлайн. Пока я не знаю, где искать работу с этим всем. Там нужна везде опыт работы. Нужна, нужна, нужен опыт работы. Саша, мой муж, сейчас проходит стажировку. Вот если у него все получится, то у меня будет как-нибудь видео о том, как все-таки найти свой путь в QA. Но пока что он еще в процессе, поэтому это так вот. Подписывайтесь на канал, увидите, что будет дальше. Пока что он еще учится, поэтому держим, держим кулачки, ждем. Все это пока в процессе. Я еще пробовала найти, я делала видео про Гудвилл, где я говорила, что я записалась на... Как записалась? Ну, я подала заявку на курсы, они там предлагали обучение на... Что там было? IT Service Specialist. То есть это как... Как нам тогда... Ну, там можете посмотреть это видео. То есть теоретически это как вы идете в колледж, либо вы идете на курсы. Эти курсы бы стоили бы мне, если бы я где-то оплачивала 5000 долларов. А Walmart в Гудвилл предлагал их бесплатно, но только 20 человекам. Вот кто прошел? Я прошла асессмент, но я не прошла интервью. То есть после интервью они все-таки еще кого-то отбирали. Вот только вот эти 20 человек прошли. Остальным прислали письма. Спасибо, у вас все хорошо. Мы очень рады за вас, вы очень хороший человек. Ну, обычные стандартные письма. И вот вам рекомендации, посетите эти веб-сайты, вы еще можете подучиться и пробуйте еще. У них в прошлом году тоже была такая позиция. Но они потом почему-то отменили. У них тоже был какой-то курс IT-специалист, дата-аналист был. Но потом они его что-то отменяли, не знаю, что-то срослось. Ну, видимо, не договорились с тем, кто преподает эти курсы. И в этом году пока что я затихла. Теперь мой следующий шаг. Куда даваться дальше? Работать на двух работах постоянно за 15 долларов, в общем-то, не вариант, правильно? С одной стороны, да, деньги, но с другой стороны, деньги небольшие, вы выматываетесь. У вас нет сил ни на что дальше. Фактически работы одной за 15 долларов 40 часов может хватить. Если у вас двое человек в семье, даже с двумя детьми, нам хватает. То есть мы не голодаем, у нас все есть, у нас есть машина. Ну, мы уже купили машину раньше. Технически мы могли бы даже оформить и кредит сейчас. Можно было бы купить машину сейчас даже. И вот с этими условиями, я думаю. Не знаю, я не считала. Можно. То есть многие американцы даже не парятся. То есть вот у них это есть, и вы живете вот этой жизнью. И все. И вот на какой-то момент такая мысль появляется. А нам не надо вообще, да? Поэтому мы будем пробиваться дальше. Ну, кто-то со мной давно уже сначала, если смотрели раньше мои видео, то вы понимаете, что у меня планы как-то очень часто меняются. Если вспомнить мой изначальный план, еще за два, за четыре года до приезда, сейчас уже шесть лет назад, я когда-то увидела видео, тоже русский мигрант, ну, где-то в возрасте, ну, может, ну, больше пятидесяти лет. И она здесь в Америке работает teacher assistant, то есть помощник преподавателя в школе. Эта позиция тогда, она говорила, это когда-то было еще шесть лет назад, оплачивалось что-то вроде 11 долларов в час, сейчас я смотрю, позиции это 15-16 долларов в час. И я тогда тоже думала, я пойду вот так же, этим же путем, как она пошла, податься на эту позицию, для нее не нужна никакая сертификация, потому что, чтобы работать преподавателем в Америке, нужно иметь сертификацию. Даже если вы где-то работали до этого, если у вас диплом, переучиться уже отдельно, по-моему, не надо, я вот с этим пока не очень разобралась. Но можно сдать экзамены, получить сертификат преподавателя. И я вот планировала пойти так же, как она. Она говорила, что она работает assistant teacher, то есть она помогает там преподавателю, то есть во время урока, там же 30 детей, и вот она там что-то помогает, распечатки делает, там еще что-то, как-то поддерживает всю работу класса. И она тоже тогда говорила, что возможно, она может теоретически, ей школа может оплатить колледж, может помочь перейти в стадию, в ступень на стадию, на уровень преподавателя именно. Но она не хочет, это уже больше ответственности. А зарплата, ну сейчас зарплата, допустим, teacher assistant стоит где-то 15 долларов, преподаватель, я вижу среднегодовую, но я так рассчитываю, что где-то 20-22 долларов в час. Что-то как бы так немного, 6 долларов, ну в месяц, конечно, в год больше, но ответственности тоже больше. И они работают много, и все преподаватели, с кем я разговариваю сейчас, им не нравится эта работа. Ну они, ну как, кому из этих людей не нравится? Потому что сейчас позиция teacher assistant фактически исчезла из школы в Америке. Поэтому я никак не смогла туда устроиться. Потому что я разговаривала с преподавателями, одна уже ушла на пенсию, я с ней познакомилась в бассейне, другая, в принципе, ну вот преподаватель нашего, моего сына в школе. И я с ними разговариваю, говорю, где вот эта позиция teacher assistant, я пытаюсь туда пробиться, а они говорят, нету их сейчас. То есть, а та работала, говорит, я всю жизнь работала, было, они были, они помогали, было хорошо, а последние лет 5 их нет физически. И это все, вот это вот все, что они делали, навалилось теперь на преподавателей, на самих, на титчеров, и им стало сложнее. И я знаю, что несколько тоже знакомых тоже появилось, они тоже работают учителями в школе и планируют даже уходить, потому что стало слишком сложно, слишком много нагрузки. Поэтому я туда не пошла. Поэтому мои планы опять меняются, меняются, меняются. Так что оставайтесь с нами, посмотрим, куда нас это еще заведет. О, белка. Что нам надо дальше? Дальше у меня есть еще вариант Walmart. Walmart University. Ну, какие-то пушинки летают. После того, как я отработала, я сказала, что мне уже пришло письмо benefits, benefits, привилегии, бонусы. И Walmart предлагает своим сотрудникам обучение тоже бесплатно. Там надо податься. Я еще пока не разобралась. Я вот буду дальше смотреть, что там как-то получится, что там у них вообще есть. Мне один из сотрудников сказал, что он сейчас учится. То есть он учится на маркетолога, что ли? Ну, вот какая-то профессия связана, опять же, с продажами, с работой в Walmart, возможно. Я не знаю, как это будет связано, буду ли я потом привязана на всю жизнь к Walmart, если я приму у них обучение или что. Это я еще тоже не читала, никакой информации я еще пока не собирала. Но как минимум на время обучения точно я буду там работать. И, в принципе, вот такой вариант мы рассматриваем пока что. Птички чирикают. Ну ладно, не отписывайтесь, оставайтесь с нами. Мы еще продолжим наше измышление. Если есть какие-то вопросы, пожелания, какие-то вот хотите узнать, какие-то еще мои идеи, пишите, расскажу дальше. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует...